Службовое посвящение нас интересует... Что-нибудь у вас есть, любые документы, любые... А довед какой-то, знаете? Вы говорите про службовое посвящение, а вы говорите о любом документе. Ладно, покажите, что вы. Ну покажи, что вы. Ну и всё, хотя бы будем знать, что вы Стеценко. Ну, так а что это? Стеценко Андрей Юрьевич. Что-то правление, печенье. То есть, предъявные силы посвящения мы... Мы вы ветеран-прав. Ну вы ветеран-прав. Ну, так и если вы, что вам же важен спектакль. Вам важно шоу. Респект уважуха. Алексей Михайлович. Алексей, а как бы с Родовитку наклепали? Ты понял? Внутри шоу? Да что тут такого? Мы хотели подключить. Как так? Да мы ждем по месяцу. Вы не можете Родовитке. Вы устаете провокацию? Это выделено. Я вам еще раз. Я с вами один раз общался. Мне достаточно было. Я вас понял. Понял вас. Понял вас. Работа. Много больше. Что вы поняли в моей работе. Я показываю людям, как ваши сотрудники работают. А вы их покрываете? Мы их не покрываете. Мы их не покрываете. Мы их не покрываете. Вы покажите, как вы общаетесь с полицейским. Так это с вашей подачи было на меня 170-3. Это Савельенко была подача 173 дать команду Воронежу. Фотографировать мы не будем. Я вам его просто демонстрирую. Да что ж ничего не зафотографировать? Там персональные данные у вас? А с чего вы решили, что его можно фотографировать? А с чего вы решили, что его не зафотографировать? Ребят, вам нужно шоу или вам нужен Родов? Послушайте, если бы надо было нам шоу, мы бы сделали шоу. Мы не делали шоу. Вы через пять минут будете удерживать. Александрю, успокойте его. Ваши все требования удовлетворенные. И попрошу вас рассмотреть. Вы бы показали документы, Андреич. Показали документы. Я убедились в том, что я с Таценко Андреевич. Убедились в том, что я с Таценко Андреевич. Убедились в том, что вы милиционер. А то вы думаете, что мы тут шоу делаем. А что мы сегодня заработали? Ну так сегодня. Вы именно люди тут дурите. Вы просто дурите. Вы просто дурите. Ананас вы положите. Правильно, Александр Васильевич? На камеру. А почему мы по Варченко отказались давать объяснение? По кому? По Варченко. Он в каком такой же патрульный? Нет? Там ну не может быть. Так вы же приезжали на автобусы. Видео выкладывание. Варченко. 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 Вы тогда выкладили ролик свой, что патрульный получил неправомирную выгоду. Вы так упреждали? Варченко это кто? На КТЦ что было? Возможно. Я название не знаю. Ну я же говорю это с вашей подачи. Что с моей подачи? Ну с вашей подачи дали указание Вороны. Чтобы она приехала в Дзержинский. Вы сейчас не путайте. Это разные вещи. Я говорю. Это все связалось. Когда Ворона к вам подходила. Да. Я сказала. А знаете почему? А почему вы по Манченкам людей не притянули до веоповедальности? Вот старый Мерчик. Когда было 3000 гривен. Вы притянули. Да что вы говорите. На меня сейчас вы наехали. Я вам говорю. Там всех притянули. За что вы притянули? Притянули. 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 А пацана уволили. Я специально пошел на принцип. Да. Ворона мне говорила. В тот момент было неизвестно вы уволят или нет. Было расследование. Остопрошли. Объяснение. Что? Ну вот вы выложите это видео. Не, не. Подождите. Вы не уходите. Почему? У меня не было еще вон. Я вам клянусь. Что у меня с этим человеком. А знаете почему я сделал это? Потому что Белецкий и его коллега. Мы их споймали на горячем. Приехал в мониторинг. Сделал какие-то отписки. Вы нам голову помурыжили два месяца. Но мы их наказали. Чем вы их наказали? Нам Аганисян непосредственно сказал. Что он не допустит вот этого. И они будут уволены. В итоге я узнаю. Патрульных ничего не выявлено. И поэтому Василий Васильевич я вас прошу. Это там где 3000. Конечно. Не наказали. Не наказали вам еще раз. Я вам еще раз говорю. Подтвердите мне чем нибудь. Это не проблема. А то вы мне свои хотите применить это. Я там не был. А ну давайте расскажите мне сейчас. Я понял за чего это началось. Из-за того что я отказался дать показания по поводу пацана. И они сейчас хотят мне уволенить. Вы спросили 38. Давайте мы в кабинет зайдем. Они на улице будем. Посмотрим обстановку кабинета. Так, обстановка у них нормально. Обстановка. Четвертый день холодная батарея. Ну ничего у вас жарко. Значит смотрите. Это снимать можно? Можно нельзя. Снимайте что? Я же говорил. Вы скажите что можно снимать что нельзя? Да ладно. А чего вы себя не снимаете? Ну меня сейчас снимать человек. Ну вы ж не Мануленко. Я Мануленко и как вы что-то видели? Вот Мануленко я с нас смотрю. Ну вот на другое дело. Вот пожалуй. Для меня большая честь оказаться с Вадимом Николаевичем в одном кадре. Да. По крайней мере у всех. Вадиму Николаевичу писали нормально. Они покрывали своих коллег. Еще раз он делал утверждение на это. Ну хорошо. Я его... Знаете, если сейчас я буду на эту тему общаться... Давайте мы лучше займемся нашим делом. Просто вы меня упрекнули в том, что я вам даю. Отписок от меня вы не получали. От меня лично вы отписок еще получали. Я буду в следующий раз приглашать. Можно еще один? Вы просто подай или будьте более... Будем на селфи вместе с вами делать. Извините. Извините. Можно задать вопрос. Как вас зовут еще раз? Андрей Юрьевич меня зовут. Андрей Юрьевич. Можете ко мне обращаться просто по имени Андрей. Хорошо. Хорошо. Мне уже довольно много лет. Мужчина по имени Андрея. И я много лет пребываю... Хорошо. Олимпателец. Давайте мы... Хорошо. Мужчина по имени Андрея. Мужем на украинском море, потому что я... Изначально. А пусть на русском. Я на миску. Давайте. Более понятный для всех будет. Насколько нам это будет удаваться? Потому что текст документа у вас на держании море. Смотрите. Вы выкладывали определенные условия. Вы выкладывали их из мест. Вы подтвердили их наявностью видеозапису. Вот. Смотрите. Милу. Кто? Добрый. Хорошее качественное видео. Оно, конечно, нарезанное и подрезанное. Это не мы... Не-не-не. Я же не выпрех, говорю, Алексей Михайлович. Я говорю о том, что хорошо, что... Женка так надал. До свидания. Хорошо. Хорошо, что это качественное видео. Хорошо, что оно открылось. Хорошо, что можно было его смотреть. Приходить к определенным иводам, и так далее, и так далее. Значит, просмотрев это видео, этот видеозапись, значит, и доложил его руководству, было принято однозначно, пока оно проговорено, поскольку, чтобы подготовить вам сейчас ответ, тогда смысл этого розгляда, да? На момент этого. Поэтому все пришли к выводу, кто был причастен к этому предварительному рассмотрению содержания, пришли к выводу, что Худенко в определенной мере, в счастье того, что тут отражено, нарушил правила этичной поводинки полицейского. Я не понимаю, что... Инструкция. Назовите тогда полностью либо документ... Инструкция. Одиннадцать семьдесят девять. Этичная поводинки полицейского. Значит... Согласен. Исходя из того, что это нарушение имеет место, оно несет в себе признаки дисциплинарного простудка, и впоследствием всего этого... ...отправление... ...человека из окон... ...человека из окон... То, что произошло до этого, оно как бы у меня вызвало чувство удивления. Я честно признался в том, что я забыл сегодня свой документ, в мою личность подходили, вы увидели... ...вы из офицерного отдела, как постановленный... ...вы как офицер... Я вот... ...я не офицер... ...бывший. Да, Алексей Михайлович, давайте не будем... ...ветеран МВД, скажем так... ...офицер, не офицер... Давайте говорить так... ...давайте говорить так... ...я просто удивлен всем происшедшим... ...это чисто от меня лично... ...можете оставлять в кадре, можете оставить... ...нисуть не выход... ...ваша просьба удовлетворена... ...в части того, о чем вы здесь просили... ...вот... ...розак завершился тем, что будет инициировано служебное расследование... ...эээ... ...теперь у меня такое... ...а по результатам служебного расследования... ...будет уже то, о чем вы только что проговорили... ...смотрите, и вы... ...я вам просто на камеру расскажу... ...поэтому... ...поэтому... ...еще не пытаясь общаться со мной... ...стали здесь разбрасываться... ...такими фразами как отписка... ...как кто что? ...так и есть... ...так и есть... ...смотрите... ...послушайте меня, пожалуйста... ...хорошо... ...я надеюсь... ...уважаемый... ...по моему мнению... ...розгляд закончен... ...дайте я вам скажу... ...конец розгода... ...в конце розгода... ...вы это даете для зрителей... ...или в этом... ...и для вас... ...и для зрителей... ...я считаю, что я уже закончил... ...подождите, мы с еще общаемся... ...почу понять... ...у нас не будет такого... Вы мнение все не поменяете? Я не уполномочен проводить служебное расследование. Я говорю о том, что в наследок этого расследования мы приходим к выводу о том, что есть признаки, знаки дисциплинарного проступка. Все хорошо. С чем оно связано с нарушением правил оптичной повысловки? 1,71. Ваше любопытство еще? Очень было, да, приятно. Вот и все. А у нас Орленко... Естественно, Алексей Михайлович, естественно, ваш клиент или вы, это точно ваша, вы, естественно, получите уведомление о том, про наследок и всего розыгрыша. Вы торопитесь называть отпиской. Мне очень жаль, что вы разбрасываетесь такими штампами и орлыками абсолютно незаслуженно. Лично я... А, смотри, если я буду неправ, я извинюсь 10 раз. Вадим Николаевич, не затруднит. А вот вашим зрителям задумывается. Понимаете, в чем дело? Я с вами практически общаюсь здесь второй раз. Первый раз я вам... Второй раз? Да. Да я сюда захожу, как уже на работу. Вы не поняли меня. Я говорю о 308 кабинете. Последний раз вы сидели вот здесь в торце стола и писали заявление. Да, Игорь, вы знаете, как вы мне ответ прислали? Послушайте меня внимательно. Послушайте меня внимательно. Я говорю о том, что не так часто мы общаемся с вами. Вы бросаетесь такими штампами, как отписка. Вы бросаетесь такими штампами, как посторонний человек. Я считаю, например, вы еще не начали рассмотрение справы, как вы говорите, вы уже будете приятно удивлены. Естественно. Но я же говорю, вы будете приятно удивлены тем, что это для начала не говорится. Вы даже не выставили. Игорь Михайлович, смотрите, включили записи? Давайте. Приказ. Почему их не уволили? А знаете, почему их не уволили? Я не знаю, потому что вот эта ситуация по КТЗ. Я предоставил материал, а больше об этом знаете, по КТЗ. Но почему объяснение вы не захотели? Правильно, это знаете, потому что ко мне поскотски отнеслись. По МИИ Емельяненко, Ворона, Ваша, Ворона. Чем это выразилось, что для себя она выслышали, как она вообще разговаривает. Ты и вообще дал право. Кто на такая шина не будет указывать, куда мне идти, куда мне идти. И что она мне вообще угрожала? Как угрожала? Как она мне угрожала? Я не знаю. А уже есть не инцидент исчерпан. Я ей свое мнение, а ей сказал. Она для меня никто. Если на форму от дела и не позволено, кто бы выразил. И знаете, что еще? Вы знаете, кто я инкриминировал в 173-ю? Конкретно вы, то это воже субъективное время. Нет, это не мое субъективное время. Я тоже как бы информацию нарыл. Почему это захотели, заставить. Этого ролика еще не было в сети. А потом вы на основании моего. Слушайте сюда. Давайте вас слушаем. Потом вы решили на основании моего ролика поднять материалы, поднять буди-камеру. И попробовать меня притягнуть до видовидальность. А почему же вы знаете меня, где меня найти? Уже все знают, там чуть ли не мой номер телефона. Что же вы, конкретно вы? Если вы знаете, что, ну я не знаю, может вы по сознанию понимаете, что я хочу дескредитировать патрульную полицию. Не, у меня позиция не провокатора, а у меня позиция равноправно, а именно, полицейский виноват, будем полицейским, водитель виноват, будем водителем. Вот такая у нас. Это справедливо, абсолютно справедливо. Это я вам проще, это правда, конечно, это справедливо. Там посмотрите все ролики, вы найдете хоть одну провокацию с моей стороны, не найдете. Потому что я приезжаю только для, там звонят, помоги, я приезжаю, я сперва выясняю ситуацию. Попрошу, коллег, чтобы посмотрели, вот так, пусть посмотрим. Хорошо, 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 но, у меня есть другого вопроса, почему вы из моих роликов как-то в час, на протяжении проводят и службовое проверки, смотрите, я всегда к вам, затяжение, нарушение ПДД, затяжение, эти, почему вы этого не делаете, я не сам не говорил, приноси ко мне, нахер, ну мне надо, скажите мне, пожалуй, а как меня так вы решили наказать по полной программе, почему вы решили, что я решил, конечно, вы эффективные мнения, а ответы так не дали, почему вы тогда не дали объяснение, я вам сказал, еще раз отношения, инспектор, как, зачем, если вы не хотите способствовать, зачем вы эти ролики делаете тогда, вам пришли, сказали, ну помогите, да, я не знаю, я не переобъясню, я по мэрчику, собрал все материалы, перевез сюда людей, так написали людей, вам приказ показал, еще раз объясняю, наша задача, чтобы эти люди не работали в органах полиции, а пацана вы убрали, знаете, чего, потому что он вам невыгоднее был, да, я вам да, говорю, а я говорю, да, я даже не Харьковский, я знаю, откуда вы, поверьте, что, слава богу, я не скрываю, я таки с декларацией, почитайте, там, декларация не нужна была, поверьте, нет, мне интересно, понимаете, и вы меня сейчас хотите обвинить, что я был в какой-то, в коррупционной схеме, вот, это уже такие места, только что сделали, я не говорю, не, нет, это что мне все говорят, почему что я говорю, которые я делаю, чтобы они тут про то и думали, я еще раз объясняю, это может у вас думается, а я сделал вывод, почему, потому что, если по мельчику сделали все красиво, конечно, я бы, мы же для этого и пилили роль, я всего не удалил я аудиозапись предоставил вашим коллегам предоставил если я не сотрудничал и вы мне сказали ты ролик запилил не предоставил никаких материалов а я сделал а вам же ж видите в воронье не понравилось что она в каком вообще как она вышла как она вообще разговаривала кто такая на самом деле у меня тоже рабочий день интересного пообщаться приходите на личный пункт это выделенное время нет знаете у меня времени тоже как бы мало но если бы вы так реагировали июнь только смотрите я проездила по украине тоже и я хочу просто сравнить непосредственно харьков и другие города я почему то харьков город харьков ставлю на первое место по патрульным полицейским понимаете но у меня сейчас сложилось впечатление что не надо на мы ставим город харьков на первое место ваше личное мнение а я хочу чтобы у нас полиция работала нормально иди в полиции служила нормально так идите в полицию документы он принимал больной на голову или шоу шоу идти сюда не ладно я понял что позиции не вы ее надо не помнишь так вот такое шоу вы знаете когда мы шоу делаем когда тут будет жарко вот это шоу а это такое если бы я камеру не включал до тех пор пока не начал так разговаривать позволяете себе вот где то чуть чуть неправильно себя вести ровно на столько разговаривания а теперь вот например вот этот счет полаган в центре сюридический порядок еще то не согласны знаете почему так происходит ленин василиева смотрят я вам еще раз это сам недостаточно было что я с вами в кабинете там культурно посетили на задницу но было все вы них она не поняли извините за мой французский вот видите вы уже немножко он но я же извинился я же я извинился но вы не понимаете вы покрываете патрульных полицейских прошлое покрывает извините что прервали нашу беседу мне с вами интересно не сможешь сказать я могу порассуждать открыть вам закон про нас полгода показать где почему я не согласен с помощью красиво на камеру давайте наличный прием так что у меня наличный приходите ко мне наличный прием тоже при мне если вы хотите если я хочу к вам я вам найду ваши контакты и дару я сюда прихожу через они каждый день поверьте пожалуй и ваше отношение но как обычно врага вообще да но и не снесли нескольких а это как ваше ничего служебное помещение конечно она не хочет в общем народ как то так пообщались мы по поводу всех событий вы видели как все разговаривают но это реально Саценко тут перегибает Орленко это зам мониторинга я так понял не надо бояться приходить и доказывать свои права в общем кудынка будет притягнуты до вид поведения РАН ВАСЯ РАН РАН ВАСЯ РАН РАН ВАСЯ РАН не оставь шанса мусорам РАН ВАСЯ РАН РАН ВАСЯ РАН РАН ВАСЯ РАН что делать ставь лайки подписываемся на канал о чем Продолжение следует...